Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы продолжаем играть в игру под названием The Long Dark, третью главу. Сейчас мы будем покидать транспортное средство. Мы остановились на этом моменте, когда мы были тут в автомобиле. Всё здесь заполучили, всё взяли, и теперь нам нужно двигаться к этому домику. Там переночевать, восстановить свои запасы, подкрепиться. Возможно, вон там волк какой-то. Лучше бы его обойти стороной, потому что у нас всего лишь 4 патрона. Значит, вон там есть здание. Похоже на какой-то склад. Где-то волк бродит. Вот он ходит, тут бродит. Значит, мы с вами сегодня имеем... Ой, бежит, кажется. Кажется, нас заметили. Там два волка. Я стараюсь подальше от него. Он бежит? Да. 4 патрона. Он идёт ко мне? Похоже на то. Что? Волк? Блин. Не попал топором. О, он меня разодрал одежду. Ай, и лёгкий ушиб получил я. Блин, ну ладно. Но зато мы ему дали немножко отпор. Патрон один потерял. Очень тяжело попасть по волку. Так, вот здесь? Это тот домик? Нет, это не он. А где тот домик? Где там? Там дальше хижина? Строение в отрадной долине. Очень холодно. Расти огонь. Да, посильнее. Тут не развести никакой огонь. Вот этот домик. Здесь мы сможем согреться. Можем перезарить пушку свою. Холодно. Огонь, огонь, огонь. Побыстрее. Так, попробуем сейчас там внутри зайти. Вот дверь. Оп, может здесь мы отогреемся. Хоть бы там можно было развести костёр. Хоть бы это у нас нам удалось. Так, довольно-таки темно. Машина какая-то. Автомобиль. Что это такое? Спальный мешок. Сесть транспортное средство. Я тут ничего не вижу. У меня нет фонарика пока что. А может быть мы можем машину как-то к фаре включить хотя бы? Что здесь? Очень темно. Отыскать бардачок. Пусто. Тут тоже ничего не видно. А здесь? И здесь ничего. И тут ничего. Ну тут мы хотя бы немножко согреваемся. Хотя не сильно. Что тут можно ещё найти полезного? Ящики. Вот тут что-то кажется есть. На полке. Газетная какая-то ерунда. Металлолом. Возьмём. Хотя он скорее всего не очень-то и лёгкий этот металлолом. Но здесь можно отоспаться, отогреться и возможно просто разбить, разломать топориком. Развести костёр прямо на полу. Здесь нету печки, чтобы приготовить. Здесь реально нету печки, чтобы приготовить. О, тихо, чё-то нашёл. Качественный инструмент. Ткань. Газета. Полка. Но мы тут можем на своём керемате отоспаться. О, есть подъём на второй этаж. Я не заметил сразу. Вот она, лестница. Идём наверх, поглядим, что там сверху. Так, что-то нашёл. Горючее. Ящик. Обыщем. О, вот это нам... О, полно всяких приколючих приколясок понаходили. Хотя тут не темно. Но мы сюда пришли явно не зря. Может быть, это пустая штуковина. Сейчас смотрим, что у нас по одежде. Возможно, нам стоит уже переодеться. Что тут по кофте? Футболка. Вот, куртки. 0,7. А, это слабенькая штуковина. Это получше. Кофта. Штаны там какие-то были. По-моему. Или подштаники. Носки. А что же мы нашли? Ботинки. Рукавицы два типа у нас. Шапка. Так, мы куртку нашли? Это нашли. Что мы ещё нашли? А, сразу, может быть, штаны оделись, наверное, сразу же. Моментально. Наверное, они сразу оделись на нас. Я так понимаю. Вот, что у нас по здоровью? Болезней нет. Только лёгкие ушибы были. Ладно, это всё восстановится. Теперь смотрим дальше. Смотрим внимательно. Какие-то доски. Какой-то верстак. О, вот здесь мы можем создавать повязку. Повязка. Создаётся из ткани. Вот, мы можем тут повязка. Пруд. Создаётся из палки. Начать. Из палки. Палки у нас были. Пруд это намного лучше, чем обычная палка. Так. То, что мы можем отремонтировать. Где угодно. Самодельный платок. Это самодельные обмотки для рук. Ну, они как бы греют, но не очень хорошо. Мы можем как бы их создать, но мне не хватает ткани для этого дела. Крючок можем сделать металлолома. Верстак имеется. Надо запомнить, что здесь, в этом месте, имеется верстак. И мы в будущем, если что, сможем тут что-то ещё скрафтить. Так, что это такое? Обыскать ящик. Пусто. Несколько ящиков есть. Высушенная кожа. Спички. Нет, надо как-то найти. Давайте обыскать нижний ящик. Кваздодёр. А у меня их уже два. Контейнер какой-то. Патроны для револьвера. О, факельная ракета. Приличные шерстяные кальсоны. Шапка. Набор для чистки огрыстительного оружия. Это всё очень-очень-очень металлический контейнер. Очень темно, на самом деле. Армейский ИРП. Еды. Напиток. Бутылка воды. И заплесневелый солёный крекер. Неплохо, слушайте. Мы сюда явно пришли не зря. Ящик, который можно разломать. По-моему, это всё, что мы здесь могли раздобыть. Не надеюсь, я ничего не упустил важного. Но всё равно я замерзаю. Мне бы как-то немного отогреться. А что мы можем здесь ещё теперь глянуть по нашему снаряжению? Штаны. Есть два типа штанов. О, эти кольсоны теплее. Носить. Эти цепки теплее. А одни можно разобрать? Какие из них лучше? 50, 54. Действия. Ремонт. Собрать. Собрать ткань с неё. Мы их, короче, не будем коллекционировать одежду. Будем сразу всё уничтожать, которая мне не нужна будет. Вот. А эти носить. Вот. Теперь у меня есть ткань. И я могу даже что-то, допустим, действия, ремонт, уже на что-то, допустим, ремонт, потратить на ремонт. Мне не хватает набор для шитья. Мы его использовали, что ли? Действия, ремонт. Не хватает. Ладно. Как мы можем себя согреть? Тот чувак, который пил свою мочу, теперь я её понимаю. А, пить хочется ей. Так, мы сейчас тебя напоим. Не переживай. У нас была вот вода. Пить. Вот. Обычная вода. Здоровье. Пить. Пьём, 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 пьём. Мы полностью своё здоровье... То есть, не здоровье, а свой... Мы себе восстановили полностью всю жажду, короче. О, разжечь огонь. Разжечь. А я не заметил сразу здесь этот ящик, этот баллон. Теперь мы можем здесь, наконец-то, немного отогреться. Фух. Ну, хорошо, что здесь он есть, потому что я его сразу не видел. Кстати, сегодня мы пьём с вами кофеёчек. За вашу здоровьица. О! Только с первого раза не получилось разжечь. Пробуем ещё раз разжечь. Может, со второго раза разожжётся костёр. Начинается разводить. Давай-давай, надо согреть свою жопу. Немного. О, кажется, получилось. Бумс. И... Так, добавить топливо, древесина, добавить. На два часа с половиной. Мы можем здесь готовить. Назад. Взять факел, воду. Можем выбрать баночку. Жалко, что у меня ещё нету... Готовить. Вода. Нету больше баночек. Готовить. Нечего готовить. Мы хотя бы сейчас отогреемся, я думаю. Я надеюсь на это. Очень надеюсь. Так. И подсушимся. Покинуть амбар. Подсушимся и пойдём дальше. Я подумал, пока тут у нас готовится наша вода, пока она тут у нас... Мы можем, в принципе, отправиться наверх, всё-таки сделать себе один крючок. Вот. Почему бы и нет? Может быть, в будущем нам этот крючок пригодится где-нибудь? Мы будем что-нибудь ловить, какую-то рыбу. О. Древко стрелы. Ещё и плюс нашёл какие-то вот палочки тут. Вот крючок. Я же могу его начать делать. Почему бы мне хотя бы один себе его не создать? На будущее. О. Назад. Всё. Забрал. Теперь мы должны забрать свою воду. Мы уже отогрелись, кстати, о птичках. Вот. Забираем. Забираем воду. И баночку забираем. Поднимаем. Может, я переборщил с углём. Тут на три часа ещё будет это дело жарить. Но мы, в принципе, здесь сделали всё, что нам нужно. И мы можем отсюда, наконец-то, сваливать. Так. Мы можем здесь сохранить игру даже. История. Перезаписать. Выбрать. Чикс. Принять. Покидаем от барна. Всякий пожарный. Сохраняемся перед этим. И теперь будем двигаться к этому мосту, который у нас находился чуть южнее. Ух ты. Трактор. А можем ли мы в трактор залезть? Транспортное средство. О. Тут даже какой-то... Смотрите-ка, ткань нашли. Какие-то батончики. То есть с едой у нас проблем не будет вообще. Так. Всё. Покидаем транспортное средство. Смотрим теперь карту. И думаем, куда нам двигаться. В каком направлении. Вот тут есть мостик какой-то. Возможно, нам нужно как раз сюда. А можно пойти через главный. Только здесь вот ещё один есть транспортное. Ещё одно средство. Может быть, нам стоит заглянуть ещё сюда. Тут что-то найдём полезного. Нет. Тут ничего нет. Ой. Извините. Извините. Как спрятать? Убрать. Аж. Буква. Фух. Так. Нам нужно полный вперёд. Там какой-то вон мост есть. Вот нам нужно к этому мосту и чесать. Так. Идём. Правильно я бегу? Вот правильно. Всё чётко и правильно. Вот туда и бегу. Вот он мост. Вот он мост нашёлся. Карта. Вот. Мы идём. Вот строение мы посмотрели. Переправляемся вниз. Надеюсь, я только не замёрзну, пока буду туда чесать. Ну, вроде бы не очень. Я вроде приоделся чётко. О! Какой-то дым! Слушайте, я что-то нашёл новое здание, что ли? М-карта. Какой-то дымок. По-моему, нам нужно как раз в эту сторону бежать. Вот там, где горит там что-то. Кролики бегают. Олени вон там ходят. Так. Ну, я бегу по чуть-чуть. Только я очень сильно устаю. Буду пешком топать. Посмотрим карту. Ну, я двигаюсь. Может, не стоило просто на дорогу выйти? Мы по внедорожью идём. Как на дорогу выйти? Вот так. По снегу, конечно, мы будем медленно чесать. И будем замерзать. И передвигаться по снегу сложно. Плюс мы можем нарваться на каких-то диких живот. Дым. Может, это общественный клуб из листовки? Может быть, какой-то общественный клуб из листовки. Нам нужно туда добраться. Только я бы хотел на дорогу всё же выйти. По дороге было бы безопаснее идти. Быстрее. Скорее всего. Где дорога? Я не вижу дороги. Вот это там, где... Не понимаю пока что. Не понимаю. Отдыхаю. Отдыхаю. Общественный клуб из листовки. Сейчас мы дойдём туда. Я бегу к дороге, надеюсь. Да. Прямо по курсу у нас какая-то дорога. Тихо. Какой-то звук подозрительный. Ветер начался сильный. Слушай, тут какой-то дорогой и не пахнет. Перезарядку поджмём. Почему здесь такой сильный ветер начался? Олени. Олени, эй. Олени стоят на месте. Так, бежим, 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 бежим. Это дорога? Да это не похоже на дорогу. Это какие-то всего лишь электропровода. Или есть какая-то дорога? Всё же. Там дома какой-то? Нет, это скала. Всего лишь скала. Так, нет, это всё-таки дорога. Я надеюсь, что я по ней буду быстрее передвигаться. Чем по снегу. По сугробам двигаться. Так, кто-то воет. Машину нашёл. Кстати, в машине можно немного отогреться. Мы можем даже в ней найти какие-то батончики. Можно что-то перекусить. Давайте зайдём в этот транспорт внутрь. Транспортное средство. А ну-ка. Глядишь, что-то и найдём полезного. Так, букву H нужно нажать, чтобы я случайно не стрельнул. Убрать пистолет. Так. Пусто. Ничего нету. Давайте что-то съедим. Допустим, вот это мяско. Сушит оно. И может какую-то газировку выпить стоит? Ломика у нас два. Действия. Собрать металл с него. Не спешу с этим делом. Пить. Газировку выпил. Бумц. Выпил. Мы её полностью израсходовали. Ничего страшного. У нас с водой вроде бы не было проблем больших. Так, пикап. Понял. Идём дальше? Идём дальше. Мы почти подошли к месту нашего квеста. Главного. О! Вот это горит. Домик там какой-то есть даже. Мост. Мы там согреемся по-любому. Это же костёр. Какое-то здание подозрительное. Если там есть огонь. Шахтёрский городок. Или был когда-то. Одно из двух. Либо это перепутье Томпсона. Называется место. Я предлагаю обыскивать транспорт всё же. Можем что-то найти. Ой, здесь много домиков различных. То есть мы здесь по-любому какой-то найдём. Какой-то прикольчик найдём. Должно быть это общественный клуб. Комьюнити сервис. Вот оно. Видите? Нашли какой-то домик новый. Закрыть. Так. Первым делом нам нужно, наверное, в это здание зайти. Оно тут считается, кажется, главным. Но охота посмотреть ещё машину. О! Я нашёл гильзу какую-то. Пусто. Оружейный патрон. Конечно, возьмём. Едащика это есть. Пусто. Пусто. Ничего не выпадает. В этих бардачках никогда ничего нет. А что здесь написано? Бикли Бинго Эт Комьюнити Хоу. Томпсона какой-то. Ладно, зайдём. Может быть, нам там будут рады? Я надеюсь на то, что там будут какие-то доброжелательные люди. Я на это очень искренне надеюсь. Так. Общественный клуб. Кто-то кашляет. Мы тут только что покиньте. Что здесь можно найти? Горючее. Книга. Телефон. Приёмник. Собирают уголь, что ли? Что это они там делают? Открыть дверь. Темно, слушай. Обыскать ящик. Пустой. Обыскать ещё один ящик. О! Батончик. Тут посмотрим пусто. Все шкафчики желательно, конечно же... Увеличитель стекла. С помощью линз и солнечного света можно разжечь огонь. Прикольно. Книга. Книга. Запись жителя Отрадной долины. Так, прочесть. Запись жителя Отрадной долины, часть вторая. Парнелл вышел на дорогу, чтобы проверить её состояние перед следующей доставкой. И увидел, как те, говорящие с деревьями, психи рыскали у шоссе, ведущего к выходу из долины. Он не узнал, что они там делали, но нам нужно было быть бдительными. Возьмём. Так, сода, компьютер. Найдите все записи жителей Отрадной долины, которые помогут узнать их версию событий. Стоп, стоп, стоп. А как мне картой двигать? Ага, вот. Вот здесь мы были. Здесь мы были в домике. Здесь мы также были. Тут тоже ещё только столько всего... Столько всего мы можем исследовать. Тут многого мы ещё не посмотрели. Интересно, это тоже бы всё поизучать. Тут какой-то мост вон есть. Ещё какая-то дорога с какой-то скалой. Мне охота всё изучить подробно. Так, это что, свечи? Ну что, заходим. Так. Люди спят. Люди дрыхнут. Вы что-то спите? А что вы кашляете? Вы больные, что ли? Похоже на то, что они больны. Чувак, ты кто такой? Какой-то мужик лысый. Оп. О, здравствуй. Здравствуйте. Вы с места крушения, как и все остальные? Все койки заняты, но вы можете присесть и погреться у огня. Место крушения? Как вы узнали? Место крушения, разве вы не понимаете? Может, последствия шока. Мой самолёт разбился, но это было несколько дней назад, далеко отсюда. Нет, нет, вы разбились вчера за холмами. Звук крушения был воистину ужасен. Я мог уничтожить его даже во время метели. Разве вы не помните? Послушайте, мне жаль. Вы, должно быть, ошибаетесь. Я пережила катастрофу, но не здесь. Понятно, понятно. Прошу, останьтесь с нами, погретьтесь у огня, пока мы не выясним, откуда вы пришли. Где? Кстати, это священник. Видите, у него рубашка эта? Рубашка, кстати, белой штуковины. Выжившие. Давайте, кстати, поглотнём. Так. Интересно. Значит, все эти люди, выжившие после крушения? Большинство, да. Когда по нам ударила метель, в городе и грешностях было всего с полдюжины людей. За прошлые сутки до нас добрались остальные. Многие пришли с места крушения. А что именно упало? Пассажирский самолёт, не могу сказать точно. Многие были настолько ослаблены, что едва могли говорить. Если судить по оглушающему грохоту игр, огромному столбу огня за холмами, там разбилось что-то крупное. Уверена, что не помните о крушении самолёта? Так, где? Что это за место такое? Это старый общественный клуб в перепутье Томпсона. Мы пришли сюда, когда погода ухудшилась три и лето случилось четыре дня назад. В домах стало слишком холодно, и нам показалось, что лучше собрать всех под одной крышей. А вчера к нам начали приходить выжившие после крушения. Порушения. Метель. Как думаете, непогода затянется? Вы не местная, не так ли? У тех, кто придумал название Отрадная долина, было хорошее чувство юмора. Здесь самая суровая погода на всём великом медведе. Но сейчас хуже, чем обычно. Да, пару недель назад поднялась очередная буря. Самое лютое, что я когда-либо видел, занесло все дороги. Пока на дорогах снег, боюсь, мы здесь застряли. Кто-то же должен прийти на помощь, чтобы расчистить дороги? Я так не думаю. Дон Синксов. Не теперь. Придётся подождать, пока природа сделает работу сама. А что же ждёт всех этих людей? Сказать честно, я не знаю. У нас почти не осталось еды, но мы можем растопить снег, так что у нас хотя бы будет вода. А в это время года, на смену одной метели обычно приходит другая. Все могло бы быть по-другому, если бы у нас осталось электричество. Сейчас мы можем лишь пытаться согреть и накормить этих людей. А затем ждать, что уготовил нам Господь. Прикольный мужик. Вы кажетесь растерянной, но выглядите намного лучше остальных. Может, вы поможете нам? Я врач, я могу осмотреть выживших и попробовать помочь им. Звучит так, как отличное начало. Он такой дружелюбный. Посмотрите их, возвращайтесь, и мы подумаем, как им можно помочь. Будем помогать. Будем по-любому. Хороший дружелюбный мужик. Я надеюсь, что это глава... Вторая глава. Упавшая звезда. Ух ты! Смотрите, выжившие в крушении самолета в клубе. Карта подробности буква G. Так. Упавшая звезда. Выжившие после катастрофы в горах. Удалось добраться до общественного клуба Перепутя Томцена. Там могли остаться и те, кому все еще нужна ваша помощь. Вы спасете их? А смотрите, выживших в крушении. Травма. Задание выполнено. Карта. Мы вот здесь. Это Перепутье Томпсона. Вот надо им, конечно же, помочь. Так, хорошо. Давайте смотреть, что у вас тут есть. Коробки. Вот один тут лежит. Вот второй лежит. Вот третий лежит. Все они... О! Хлоя! А ну-ка нажмем. Я вас рассмотрю. Хорошо. Так. Переохлаждение. Лечение. Не требуется. Нужно время и постельный режим. Понятно. Хлоя лечения не требуется. Дмитрий. А что у вас болит? Посмотрим, могу ли я помочь. О! Риск гиперклимии. Инсулин лечения. Диабет первого типа. У меня нету инсулина. Как мне его добыть? Где мне его взять? У него есть эта табличка про... Как мне добыть инсулин? Эй. Крафт. Вот создание. Это все, что я могу создать. Верно? Бросить. Нет. Вот тут можно создавать. Вот. Лечение. Я не умею создавать инсулин. Ягоды всякие могу варить и все. Инсулин нужно будет где-то раздобыть. Так. Что это такое? Поискать в сундуке что-то? Пожалуйста, инсулин где-нибудь. Найдись. Я хочу помочь этому человеку. Очень сильно. Эрик. Возможно, это серьезно. Эрик. О! Риск обезвоживания. Просто хочет пить воды. Вот это пожалуйста. Вот этого мне не жалко. Вам уже лучше. Сколько процентов? Мы его подлечили. Ты кто? Бонетт. 81 процент. Я должна вас осмотреть. Лечение. Нужно время и постигать. Сильный режим. Последствия авиакатастрофы. Кон... Конус... Кон... Конкузион. Конфюжион. Типа у него стресс какой-то, судя по всему. Франклин. А ну-ка. Это может быть серьезно. Возможно, это серьезно. Сейчас посмотрим. Тоже не требуется. Так. Ладно, 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 ладно. Подождите-ка. Мы сейчас должны всех так перещупать. Я так понял тут. Так, мы этих посмотрели. А этому я не могу инстулин дать. У него же была табличка, что ему нужно было. Я его не вылечу. И что? Кому я еще могу здесь помочь? Алло. О. Давайте глянем. Давайте, давайте. Может какую-то повязку? Не требуется. Что у него? Обморожение вследствие длительного перебывания на холоде. Просто перегрелся. То есть переморозился. И тут нельзя никак взаимодействовать. И тут нельзя никак взаимодействовать. Отец Томпсон, а ну-ка. Я осмотрела выживших. Многие легко отделались. Могло быть и хуже. То было просто счастливчики. Мене везучих вы найдете в подвале. Да и смилостивится над ними Господь. Они умерли от ран. Других мы нашли уже мертвыми. Мы положили их внизу, чтобы оставить тела на холоде. И еще... В общем, вдруг вокруг много волков. Да, я их видела. Думаю, я смогу найти то, что нужно выжившим. Но среди них есть диабетик. Уже совсем скоро понадобится инсулин. Вы знаете, где можно его найти? Тревожная весть. Нет, не знаю. Ой, мы имеем дело с диабетом первого типа. В таких случаях тело не может самостоятельно вырабатывать инсулин. Когда его нет, больной может испытать шок и даже умереть. Что ж, тогда нам придется найти его. И поскорее, пока метель не усилилась настолько, что нельзя будет выйти наружу. Я должен остаться с выжившими и присматривать за ними. Но вы... Вы можете пойти туда и поискать нужные лекарства. Так и сделаю. Куда идти в первую очередь? Не откажусь от совета. Большинство домов здесь уже пусты, но может быть нам удастся найти немного припасов для выживших. Он очень хороший, кажется. Наш диабетик с места крушения. И находится здесь уже день или два. Возможно, инсулин есть в багаже этого пассажира. Там, на месте крушения. Как же я найду его? Вам придется проверить каждую сумку и надеяться на лучшие. Хорошо, тогда вы тут присматривайтесь за всеми, а я вернусь так быстро, как только смогу. Спасибо вам за помощь. Не спеши выходить из здания. Еще кое-что. О, что? Многие выжившие измотаны. Не знаю, это последствия крушения. Но я уже видел подобное раньше. Должны выжить люди. Нужна одежда. Но если они... Надеются... Надо смириться. Надеются больше не на что. Эти люди, многие из них летели не в одиночку. Они раздавлены горем и переживают из-за своих близких. Им мучают чувства вины. Почему они выжили, а остальные нет? Нет. Вы можете помочь им найти смирение. Но велика вероятность, что осмотр и место крушения станет далеко не самым приятным занятием. Я уже видела смерть. Да, вы врач, поэтому понимаете, насколько хрупка человеческая жизнь. Я же больше разбираюсь в хрупкости человеческого духа. Тех, кто потерял своих близких, если вы подарите им смирение, они смогут быстрее начать свое исцеление. Согласна. Известно, что разом и тело неразрывно связаны. Если вы найдете любые вещи, любую информацию, которая поможет опознать тех, кто не выжил в той катастрофе, эта информация может исцелить их раненые души. Возможно, тогда у нас появятся силы пережить новый день. Если сделаю, что смогу, буду искать удостоверения, документы, все, что поможет опознать погибших. Тогда возьмите это, дитя мое. О, я не из верующих. Прошу, оставьте у себя. Это не для вас, прошу. Порадуйте меня. Я, я, я не думаю. Не понимаю. Сейчас я не могу проводить их души в последний путь, но если эти четки будут у вас, пока вы следуете место крушения, вы принесете утешение старому священнику. Няш, пусть я не смогу помолиться за них, но это меньшее, что я могу сделать. Света, отец, я не хочу вас убедить, но неужели вы действительно в это верите? Возможно, вера это все, что у нас осталось. Блин, у меня аж слезы на глазах наворачиваются. Капец, какой момент жесткий. Ладно. Карта. Упавший. Упавшая звезда. Как отдалить карту? Алло. А, вот я двигаю. Ага, аж туда наверх как-то нужно пробраться. А как? Это надо так обойти все и туда добраться до самолета. Нет, вот здесь есть мост. Вот здесь есть. Вот здесь какие-то скалы, правда. Вот единственная дорога, которая ведет к крушению самолета. Надо через эту штуку двигаться. Наверное, туда мы доберемся. Но здесь, тут только всего мы еще не осмотрели. Капец какой-то. Жесть. Момент, конечно, очень щепетильный и очень душераздирающий, честно говоря. Мы должны здесь все тщательнее обсмотреть. Тут еще, возможно, что-то мы сможем полезного найти. О, повязки, пожалуйста, которые, возможно, в будущем нам очень даже пригодятся. Здесь что-то можно... О, печь, можно готовить. О, котелок. Это пригодится для готовки. Кофейная машина. Шкафчики. Давайте все пообычим тут. Консервный нож. Котелок. Возьмем один. А как я должен тут поставить котелок? Печь разжечь. Я могу ее разжечь? У меня есть печек очень много причем. Капец. Капец, как он начал эту свою говорить, всю эту... Ээээ... Всю свою речь. Это священник реально пробил на слезы. Ашка. Ну, душевный. Мелодия, вот это все. Так, печь. Не получилось разжечь с первого раза. Пробую еще раз. Зачем я это делаю? Я хочу больше воды растопить, попытаться. Давай, давай. В этой кастрюле можно очень много воды накипятить. И сделать со льда ее переделать. Прикольная у нас получилась серия. Мне очень понравилось. Так, добавить топливо. Добавить. Вот, на два часа, допустим. Теперь я могу поставить котелок. Выбрать раз. Добавить. Котелок. Вода. Вот. Два литра. Готовить. Снега. Видите, туда можно напихать снега. Котелок. Вода. Два литра. Готовить. Это будет длиться один час. Вот. У нас тут на два часа заправлено. Так, холодильник. Он говорил, что у них жрать нечего. Бутылка воды. Обыскать. Тут просто. Тут очень много этих полочек. И желательно, конечно же, все их осмотреть. Но можно что-то реально полезное найти. А, может туда, наоборот, что-то спрятать. Мы можем... Ну, наша главная цель добраться теперь до крушения самолета и вернуть сюда инсулин. Я правильно понимаю? Ну, я тут такой, конечно же, проныра. Я решил тут все обыскать. Так, у нас, кстати, падает чувство голода. Понижается постепенно. Но ничего страшного. Тут, мне кажется, будет все пусто. Они тут уже все... О, ткань нашел. Благодаря ткани мы сможем какую-то свою одежду починить. Сделать ее... Более устойчивую. Опа. Кухонный шкаф. Закрыт на ключ. Интересно. Значит, все-таки какая-то еда у них тут имеется. Что-то ныкает от меня священник. Опа. Охотничий нож. Может пригодиться. Молитвы молитвами покиньте общественный клуб. Дверь заперта. О, наконец-то! Я теперь имею фонарь, благодаря которому, собственно, я смогу теперь себе делать подсветку. Но, возможно, в следующий раз я сделаю чуть-чуть добавлю больше яркости, потому что реально в игре нам немного ее не хватало. Так, мы можем чай готовить. Так, тут еще есть полки. Надо все полки обыскать. В общем, давайте, ребята, договоримся так. Кодовое слово, которое вы должны написать в комментариях, будет священник. Пишите священник, и это слово, ваш комментарий со словом священник, любой можете фразу написать. Можете просто священник написать. Я, я это самое, сердечко вам поставлю, кто напишет. Так, 31 минута. Тут мы все обыскали. Я хотел поставить сюда еще, вот этот вот, выбрать. А я хотел чай туда поставить. Банка. Готовить. О, банка кофе. Готовить. Вот, видите, я тут сейчас могу себе всякого наготовить. Вот, баночку выбрать. Допустим, травяной чай. Готовить. О, я себе, короче, вот этот буду на меня готовиться. У меня будет полно воды. Значит, что теперь мы имеем с вами? Вот тут еще, кстати, я нашел, кажется, одну бутылочку воды. Это что за дверь? Опа. Мы на сцену пробрались. Тут они, собственно, молились. А в подвальное помещение нас так и не пустят? Ой, а, как там фонарь было доставать? Как фонарь? Фонарь, 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 фонарь. Он был какой-то аварийный. Может, его надо починить? Просто темно очень. Ничего не вижу здесь. Надо будет с фонариком разобраться. Как-то, как-то. Вот так. Вот здесь. Вот здесь. Где наш инвентарь? Вот наш инвентарь, фонарь. Подожди, подожди, подожди. Керосин? Может, нам нужен специальный бензин для этого действия? Применить. О. Убрать. Разжечь. Пробуем. О, поярче немножко стало. А вот и лесенка какая-то. Подозрительная, да? На чердак лесенка. Потушить. Как мне эту ленту? Так, аж спрятать. Лестницу пускай. Не получается наверх залезть? Ну ладно, значит, нельзя. Но я проверил это дело. Я должен был это дело проверить. По-любому же. Так, все. Вроде бы мы все теперь сделаем. Главное проверить. Так. До пригорания. Приготовлено. Возьмем. Берем с собой банку. Забираем. Это. До пригорания. Берем чайок. Потом выпьем его. Он будет теплый. До расставания. Расплавление. Только растает. Потом еще будет кипятиться долго и нудно. Все, ребята. На этом моменте мы с вами завершаем. В следующей серии мы начнем с того, что мы двинемся вот в это перепутье Томпсона. И понемногу, понемногу будем двигаться к крушению самолета. Надеюсь, что за следующую серию мы туда доберемся. Увидимся с вами в следующем видеоролике. С вами был Неломоп. А мы играли в игру под названием The Long Dark. Третья глава. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!